Девушки отдыхают 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 как незарешенные реакции борьбы. Что такое мнение? А почему это? Это нестарое действие, которое автономно переживается, как если, да, большое количество энергии, связанных с каким-то переструктурированным, разрушениями, да, но автономно переживается, как если. Но у тебя, как ты знаешь, что это плохо, конечно, свои границы. Я говорю, что хорошо, я говорю, что сейчас чего-либо, да, я говорю, что не надо, я говорю, пирамиды. Там смаза начнешь смиряться. Все равно какой-то конфликт, там внутренние, проявленные по-разному, все равно это опять настроение границ, это опять переживание гнева, или конфликт, такой уже проявленный, либо переживание, да, какое-то обстановление, ну, с той, с другой стороны. Ребенок, он тоже начинает тогда работать? Нормально? Я пришел. Мое место, когда буду заниматься, окружающей констанцией, еще с вами каким-то образом. Поэтому, если это представление, опять не представление, оно не избыточное, то, что грезь этот дух, да, а позволяет только регулировать свой гнев, если он действует связанной с больной или достижением, да, желания, ну, это вполне хорошо. Если не избыточное, да, тогда гнев не работает, и тогда вот этот внутренний переживание нахер действительно превращается в язву женицу, в больную печень. То есть печень не только алкоголь, как-то, знаю, разрушается, да. То есть желудок разрушается установленными злодами в гневом, а печень в установленной ангеляции, да, в гневности. Ну, так связано. Да, поэтому сейчас болезнь уже, как-то, следующее, скажем. Желчина, как-то, как-то? Ну, желчина, как начинает болеть, да? Флагнирует, сначала останавливается, связанность исчезает. Желчина, что делать вообще-то, говоря, а? Что-то, кофе, ну, разглядать. И, ну, здесь яд, разглядать. Прощепляет, разглядает. Агрессивно, естественно, да. Детруктурирует. Поэтому, да, срабатывает, и не противоправит. И тебя очень нравится. Или выжимает, да, как-то. Поэтому вопрос не только плохо ли хорошо быть агрессивным, а хорошо ли не гулять. Можешь ли ты вместо того, чтобы сказать, ну, ладно. Потому что в детстве дети отнимают. Они путят. Да? Мальчики, котечки делают, а девочки, коктейли делают. Ну, точно, какая-то агрессивная. Это движение, коктейли, коктейли. И мой детец, это очень плохо. И тебя не нравится. И я не знаю, что ты, коктейли. И я не знаю, что ты. Да, это, я не знаю, что ты. Ой. На этом, на этом. Быстрее. Здесь все эти стейклы, статейки, 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 да, с какой-то астрономикой. С тем, что тебе предложили, как характерный. что у меня не может быть, да? Этот случай тоже не должно быть. Роман, ты опять задаритесь. Как? Ты опять вот близкая пространство. Поплатаешься сразу. Это всегда движение. Роман всегда, потому что, в чем выключается, в клетке, да? Это не страшно, а всегда, да? Хотя не работает, очень сложно. Обязательно восстановить. И, возможно, это не так. Соревизировано. Потому что, если лакон, дыхание. То, что дальше, да? Для тебя сейчас, для осознавания. Перевариваем, переживаем. Это будет. Дальше можешь двигаться дальше. Вообще, стыд – это незавершённые реакции. То есть, если в теле мы смотрим, да? Та же, как и страх. Топыта – более мощная реакция. Стыд – незавершённые реакции бедствия и избегания. Чтобы не стыдиться, нужно сбежать. Не быть виденными. Ну, да. Но, вы знаете, да? У нас в культуре, да? То есть, сразу не приводить к позорному столбу. То есть, в этой реакции остановить и оставить виденными. И, в этом смысле, действительно, стыд – это тоже стыжение, вернее, да? Это такой важный социальный регулятор, да? Который не позволяет, ну, вроде перетеновый, потому что не позволяет уходить из контакта. Но биологически – это реакция бедствия и избегания, да? Животные. Оно есть. У животных животное точно так же отворачивает, да? Шея двигается, глаза опускаются, да? Тело пригибается. А у животных? Ну, да. Ну, животных. Конечно. Ну, смотря, что называется «дум», да? Если вот такое реакцию сворачивания, избегания и остановки, то безусловно есть. Мы не знаем, переживают ли они это так, как мы. Да? Если смотреть на феноменологию, феномологически, то вырезы также. Возгрузение остановлено и движение разворачивается от первоначального направления. Это можно назвать «сезон». Например, если встречается, ну, например, выходит маленькая собачка на двор. Какая сейчас лутая. Да? Мы развергаемся, да? Грудь колесо. Небокла вот такие. Ну, маленькая, да? И вдруг навстречу ей большая собака. Да? У нее грудь еще колесо. Еще больше колесо. Глаза еще больше, сама она больше. Что происходит с маленькой собачкой? Она, а не сталкивается. Ну, и дальше что происходит? Ну, у собак есть, да? Вы знаете, спустя. Она сначала уворачивается, да? А как она начинает сворачивать? И ей цыгнуть. Перед большой собаком. А когда говоришь, собак, как тебе это делать? Ну, конечно, надо даже взятать глаза. Да. Он же пока вытасел. Да. Да. Я думаю, что он по голосу, по интонации слышит, что, ну, негатив какой-то. Если две большие собаки встречаются с неневротизированным человеком, то они так посмотрели друг на друга, могут обе избегать. То есть что они делают? Встретились и они так хвастут. Потому что не все снова встречаются с ненавистью. Вот так часто остановленные агрессии, либо будете, да. Это остановка, вместо, в детстве. Да. Но остановка, приходящая если нет, у неё зелу приблиз. Да. Потому что, если то, что связано со страхом, да, с реальной, угрозой, да, то здесь есть угрозы нереальные. Это все происходит до драки, до борьбы, а угрозы связаны с отношениями, это социальные чувства, они есть у животных, у социальных животных. Для ящерицы стыдиться не будет, для собаки один так, что ты тебя берешь. Про честь не знаю, можно сказать, а меньше наблюдала за ними, если рисовала, то меньше читала. Любое социальное животное, стальное улыбка, делает то, что мы называем стыжением, стыжением, стыжением. И взрослое, или большое, или доминирующее животное всегда может присыдить и тем самым, умудить, то есть поставить его на свое собственное место. То есть, если маленький слоненок на папу, у мужака пойдет, мы его быстро поставим на место. Подискала слонная деталь, там получилось, что молодая ночь, замечательная, вытоптала слоненка. И она, где-то, наверное, не экспорта, но здесь вот идет стада, ну, как бы, в том, где там, в стае, стада, наверное, да? Вот, а за колонна это, переходшись на стадо, она шла, сопровождалась к колонну на стороне. У нас такое время, пока старая сломиха не подошла к ней, не потрогала там какой-нибудь обыкновенность и попросила, и она ведь не собралась. Вот смотрите, очень интересно, что происходит в ТГ, если мы берем телесную феминологию. В ТГ реакция сворачивается, организм становится меньше, менее агрессивный, то есть меньше занимает пространство. Он сворачивает свое тело, свою агрессивность, свою энергию, и частично, отчасти, как бы вытачивает право массу ситуации. Это реакция сворачивания, это реакция, ну, прогмент реакции трудоточки к смерти. То есть когда что-то происходит на вот этом уровне жизни и смерти, имею ли я право на существование или нет. И обратно разворачивание, да, как у тебя сейчас принесло, да, вы в имени ее право, да, невзирая на то, что, что, что-то называть для себя, подумать об этом, что тебе не подходило, и откуда ты это узнала, в том, что твоими чувствами происходило, да, там, про маму и про то, что я спрашиваю, да, то, что точно как-то застыдилась, когда я тебя сразу спрашиваю об этом. Ты сначала будешь как-то рассказывал, да, уже смотри, ты не знаешь, что-то. Поэтому очень интересно вот то, каким образом начинает усваиваться стыд, да, потому что, ну, понятно, что хорошая реакция, очень важная работающая реакция, если стыд не работает, то это небезопасно социально, да, можно уже помощь просто буквально получить. Либо, ну, как про реакцию, да, да, стыдство, ну, когда нарушается, скажем так, последовательность какая-то, которую мы в циклах контакта описываем, построение отношений, например, да, вот этот известный анекдот, который называется, что там утром просыпается, пара, да, как-то, вот, от себя, да. То есть, ну, секс, ну, как-то уже знакомство, да, он теперь вот, как-то там смотрит. Понятное дело, что проскочили в какой-то важный этап, да, и очень часто, если хотите, ну, с кем бы они ни были связаны, да, вот они возникли, то очень часто стыд возникает, да, наутро. Ну, потому что приближение больше, чем близость. Близости нет, поэтому возникает стыд, как переживание проскакивания вот этой дистанции, да, то есть, если подходишь к кому-то слишком близко, а тебе отличают, ну, тем, естественно, да, потому что близости еще нет, возникает стыд, как правильно, как переживание, да, то есть, ты мне нравится, а ты кто? Ты мне нравится, да, и кто вообще? А я тебя не полону, он, Марина, да, как-то, 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 я не знаю. Поэтому работа всегда, правда, чрезвычайно важна, работа всегда, смущение, скорее, да, смущение, это такая легкая реакция, которая тоже заставляет останавливаться, но позволяет сохранять возбуждение, да, потому что смущение более очевидно. Хотя, что дело тоже с нами, окроме количества энергии, краску сюда, да, энергии, которая приливает именно с периферии, да, потеться, начинает сердце колотиться туда, но она останавливается, и эта остановка переживается, как-то, дальше, немножко, да. Вот, поэтому, в том, что касается вот этой специализации, этого животного, артистакова, да, совершенно биологического, но относящегося именно к животным, феномен связан с тем, как родители стыдят ребенка, то есть, если родитель стыдит ребенка, ребенка, точно так же опускается, как собака, да, естественно, да, приходит социальное существо, отворачивается, опускает глаза, отворачивается немножко, но как происходит возвращение? Если ребенок, который, ну, как так, на некоторое время частично перестает существовать, таким, какой он встречает, нет, он возвращается. Если он увидит любящие глаза родителей, тогда он что усваивает, что так делать нельзя, что то, что он сделал, неправильно, нехорошо. И тогда формирует здоровый взгляд. Но если ребенок продолжает встречать в нервный взгляд, осуждающий взгляд родителей, когда он воспринимает, что я не такой, соответственно, то есть, я по-прежнему не такой, да, я возвращаюсь и опять встречаюсь с этой перспективой, да, с этим осталкиванием, с этим стыжением, оследением, часто унижением, привычем, да, ставить на свое место, тогда формируется токсический суть, да, который связан с переживанием права, с отсутствием права, сочным существованием, таким, как, вот, я неправильно. Не я делаю неправильно, а я неправильно. Это очень важно, так вот, с животными вообще все хорошо работает, да, щенка тыкать в лужу, а не ругать потом, чтобы не он неправильный, а делать лужу, неправильно. То же самое с ребенком. Ну, это у нас недостаточно. Если происходит заказание молчания, на тот день, да, там, бесконечным, там, проговариванием, извините, то, конечно, проводится такая текстура, в которой человек уже понимает, что я не такой, я все делаю. И тогда вот такая будет, я все делаю, я так. И функция развлечения, она нарушается. Так, потому что тогда все не так. Я не такой, есть. Тогда очень важно развлечать, что так, да, что подходит, что не подходит. Кому ты отбор? То, что он с тобой четко-то занимает, да? Вроде каждый момент, когда обнаружила отличие, да, вот, оказывала легко. Ну, я дышала, энергия какая-то понимала. Как только глобальность, да, сразу опять все сворачивание и... Да, больше животных, да, больше животных. Я думаю, что. Ну, вот. Все, как больше животных, им легче. Терапевт, конечно, считай. То есть, можно посмотреть, как это работает. Без такой гаммы многогранности, да, потому что чем мы сложны, что у нас многогранности очень много, так много оттенков, у животных, как у организма, тоже все сложно, все-таки, немножечко попроще. Но, тем не менее, собака из одной семьи очень будет отличаться от собаки. То есть, так сказать, да, то есть, собаки тоже несут на себе следствие, не корж, что мы также несут в тело. Ну, вот, как дети, с мечтой, все свои следствия. Способ, способ отношения к следствиям, своей энергией, своему телу, своим действиям. Как относились к нам, да, возможно, мы их относимся к нам сейчас. Ну, а если, конечно, то, что называется проработанность, то, ну, это угадает как-то принимать, да, вот, это должен быть, не совсем ничего с мамой. То есть, есть у меня что, да, что дальше дает возможность выбора. Да, если в детстве точно, если там с мамой невозможно было замоделиться так, как, да, хотелось в то время, то сейчас есть выбор, с кем же замоделиться. Если с мамой не удается сейчас, а может даже можно, когда она не очень перекончится, ну, за самостоятельно. Тогда можно отдохнуть мужа, потому что там есть, да, вздевать. А если у вас тоже в основном нету? А? А если у них тоже нет, может, шерчать? Есть, есть. И нет. И нет. И даже мужчины, если они поправляются с вами. Я не попрекаю вас, да, что он может. Ведь речь идет не об этом, но, конечно, мы говорим о раздательстве, да, об объятиях, о телесном катакте, о теле, возможности отмена, и все. Но, конечно, там стоит страшно, что лучше люди за этим, да? Хотя точно на этом все есть разные моменты. Их тоже можно выключать. Вот очень хорошо. Дышите, 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 дышите. Ну, тогда, если проезжает инфекция, что они уже не надо, если вы не знаете, оно может быть усиливано. Как если у родителей способ такой, который утиривается в телесном, да, способ обращения к родителям, с вами. Да, вот это интересно, как в ваших родительских семьях выстраивали границы, да? Где до ночи, когда нужно было быть, а когда не надо было быть. Бывает какая-то ясность, граница. А ясность всегда означает, что если быть нельзя, то тогда может быть и можно. Очень ясно. До нерега. Откуда у нас, и каким способом эти границы, да, вообще, сущего взаимодействия? Ясность всегда. А как вы относитесь, если девушка приводит подружку на встречу, до свидания, когда окончательно утрачиваю надежду на секс в твоем, начинаю еще следить. Когда вас обеспечивают себе возможность, быть в ситуации, где можно себя подвозить. И наоборот, быть мягкой, с мазкой, быть в контакте, с мягкой, без защитности. В этом есть приятная сторона, вы чувствуете, потому что оборотная сторона, без защитности, это мягко, в мягком углу, мне так немножко, выясняется. С мягкой, выделяется, хорошо, выделяется. Я не знаю, как-то плачу, и так много, что-то, а ты, я не знаю, что-то. Бесконечно, пока не прошло, вы все так не зашли. Если работать и работать, а, конечно, надо с вашим длительным причем, вот он служит, то есть, на каждом. На двероку хватит. Ну, под детей на 20-го года говорят, да? Да, я не знаю. Это важно отдавать, да, то, что ты накапливаешь, то, что в тебе есть. Это нормально. Но ты почему-то судишь как-то себя. Что-то ты знаешь, что слишком много, не слишком. Какая ты. Если ты много лет была какая-то, то сейчас ты очень странно чувствуешь себя просто прижимой. Я такой более раненый, более мягкий. Такой уже, не так, не вполне готовый держать все те чувства, которые ты переживаешь. Ну, просто слишком много. Ну, это было ладно. Переоказываюсь слишком раненым. Для кого это слишком? Ты получаешь что-то? Тебя ранен? Ну, сейчас нет. То есть, это какой-то здраво, что-то не было бы показать. Ну, либо, опять же, родители, воспитатели, учителя, родители. Может, бабки, дедушки, не важно. Как регулировать ребенка, да? Не ходи в отбор, а жди в отбор. Не говори с Вашей. А, ну, тебя плохого, не плохого, не говори с Вашей. А, ну, не стоит с Вашей. И так далее, да? Когда нет реального столкновения опять с чем-то, нет боли, нет ощущений. Так? Есть только представление, в которых есть слишком, неправильно. Так? Нигде остыть. И это опыт, да? Когда это у нас другая история, опыт ранимости, когда-то была мягкой, ранимой, чувствительной и получила переживание. Ну, потому что, как-то у меня в детстве было плаксо, и у меня все очень дружно, очень шарно и очень нормально. Ну, я из очень такой тесной семьи у меня. Да. Ну, а потом вот так, ну, вот, акробатики мои, а там там жемкачили. То есть, там была, когда я была, а? А? То есть, с Вашей спешкой, это для тренировки. Ну, это с тобой сейчас есть тренировки? Я сама сейчас уже дрессирую давно. Угу. Ну, правда, я сейчас так думаю, у меня есть реальные причины переживать много сейчас. Ну, как? Все равно... Ну, как говорится. Здесь и плохо, и хорошо, да? Потому что есть способность останавливаться на работу. Тебя хорошо, это не молчи, и в этом зло пешком. Да, это потрясающая способность регуляции с точки зрения того, чтобы через не хочу, через не могу останавливать ежедоточную эмоциональность. Это такое очень жесткое и жесткое время. Ну, при этом, в этом мире, похоже, не хватает мягкости, теплары, они не субъективности, как-то лишь мягко очень грязно. Чересчур. Ну, через чур. То есть, тебе не термирационно казалось? Я не вернусь, так же. Ну, в смысле... А, слез? Нет, слез не держит. Я не помню, я не помню собственную агрессию. Я не помню, что что-нибудь когда-нибудь порвало и схватило. Нет, я не умню эту слез. А, слез нормально? Это что означает, я знаю. Как утешали? Да. Поплакать давали? Давали. Не утешали. А? Не утешали. Похоже, не давали. Ну, как-то я уже, если я рыдала, то долго. Да, хорошо. Знаешь, известный феномен привлечь. Поплакать. 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 Да, возьмем коленку. Смотрим вокруг. Что вы делаете? Поплакать, маним. Да. Поэтому очень важно отправлять ребенка поплакать. Какое слово? Давать самому, знаете, что у тебя справится. Выплакать что-то и восстановить. Вот. И вот то, что ты рассказываешь, похоже, что мы действительно слишком потешали, слишком были чувствительны к жизни, и не управляли, и не управляли, и не управляли. И не управляли, и не управляли. Да, то есть, побыть объем. Папа, пожалуй, не очень переносил. Не болезни, не демонстрировали, не очень переживал сильно. Опять, просто способ здесь касаться с ребенком. Потому что, видите, там все, и, кажется, здесь вдвоем замечается. Многое. Внимание, спокойствие, волнение, исключение всех какого-то. А других способов близкого взаимодействия? Почему я не знаю, что это у меня? Тоже не понимаешь? Нет. Мне кажется, просто немножко… Что? Я не знаю, о чем ты говоришь, что заставляет тебя плачать. Мне сейчас, знаете, как он такой кредит берет? Да. Да. Я за то, что он наоборот, я как плачу. Мне часто даже не надо вот это вот. Сейчас начинают обо мне заботиться, меня жреть. Могут слезы, 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 как это вы говорите. Как это сказать? Пожалуйста. Могут розы. Если надо привлечь, или надо замыть, а что может… А? Чего тебе не хватает? Ну, ты можешь говорить, не говорить, да? Ты выбираешь. Ну, значит, ты не надо. Конечно, это уже вывод. Кто-нибудь понимает, о чем есть? Ну, скорее никто не понимает. Я думаю, я просто могу вам сказать, о чем я думаю. Я думаю про соблазнение. Про привлечение внимания других. Как заточенные почки помещаются прямо отлично. Я думаю, агрессивное. Соблазнение такое, агрессивное действие. Но я не знаю, если ты меньше. Это моя фантазия. Да? Потому что ты видишь сейчас много внимания, много поддержки. На самом деле, да? Ты потеряла опора. Изменила город. Круг других, да? Мой муж в ситуации, если это просемейная ситуация, ты говоришь, в ситуации, ну как, родных стен, которые поддерживают, да? Друзья, знакомые, родители, место детства. Я думаю, что тут, чем я сталкиваюсь, у меня в мостовских программах уже, да? Я говорю, что смешивается довольно много людей, вышедших там уже, или женщин, да? Мужчин, кажется, поменьше таких. Нет, есть вот одного точно знаю, которые женились и переехали в эту школу, в Москву, да? Вот. И одна из таких удивительных вещей, то, что все абсолютно понятно. Да, кто-то людей, кто-то, 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 кто-то. А, например, в таких местах я просто, да? Ну, вот место, где я в городе, да? Никак я город знаю, я не знаю, да? А мои места, да? Вот мои места, да? Мои места, да? Где-то, да, я мог пойти. И, проходя мимо, проезжая мимо чего-то, я так, честно, что прикажаюсь радостно, приятно, интересно, так, зазорно, чем-то вещей. Возьмите, возможно, много внимания, но ты это внимание не стекаешь каким-то таким двойким способом, да? Потому что это же не надо, не надо решать. Ну, я поняла. Может, это не надо? Ну, не правда, сейчас надо много внимания и, наверное, даже вообще хотелось поработать с собой. Нужно поработать с собой. Вот. Потому что мы сейчас нереально имеющиеся. У нас там каши. Вот. Ну, вроде как стыдно. Плакать все. Ну, напрямую. Ну, спросите. Ну, это же картинка. А ты можешь спросить? А ты можешь спросить? Я не знаю, что это прямой способ, а напрямую способ. Потому что слезы – это все-таки способ, ну, как, ну, который немножко от себя, да? От себя. Нормальный способ ребенка. В этом случае, действительно, нет. Получить что-то. Потому что нет слух. Нет знания даже, чего хочу. Да. Потому что эти клиенты спросите, чего ты от меня хочешь? Ничего он вам не скажет. Ну, скорее всего, положение от вас, значит. Потому что у него еще нет внимания, что с вас можно получить. Да. Поэтому это способ, ну, как бы, получать что-нибудь. Хотя бы в виде присутствия. Да. То есть, ну, как такая естественная социальная, в этом смысле, животная или человеческая реакция. Придвинуться поближе, да? Там можно снизить границу немножко своей, в принципе. Вот. Ну, и как просто быть это, да? То есть, у человека тоже дошли, да? А что он может дальше? Ну, такой способ некоторого смягчения, приближения такого, ну, непрямого, да? Потому что, в общем, ну, нет такой возможности. Вот. Ну, потом постепенно появляются слова, с помощью которых ребенка выражает, да? Тогда он может, да? Ну, успокаив, он будет очень отлично. Ну, это, да? Это хочу, это хочу, да? Или, скажу, что это, да? Так, серьезно, так сказать. Жесть сначала, да? Потом слова появляются. Ну, Жесть, когда уже, так, хотя бы разделяет, чем хочет. Да? Не вообще хочу что-нибудь, и что-то со мной не так. В общем, слезы – это способ объявить, что со мной что-то не так, да? Ну, что не так? Очень сложно понять. Это слезы. Да? И тогда оказывается важны для другого человека какие-то слова, да? Но одно слово существует, и вот эта возможность не часть эту границу, которая, наверное, существует. Ну, это, кажется, не так. Потому что этот взрослый – не другое, не мама, не папа даже, не сестра. Вот. И это сложно. Ну, это очень важно, да? У нас каждый слезы позволяет совмечать свою жесткую границу. И тогда что-то оказывается возможным для обмену удостоверения. Даже то, что ты что получал или что-то отдавал. Ну, смягчать свою жесткую границу, конечно. А тут не все? Ну, я не о себе сейчас. А, наверное, первая. Я не о свой вопрос. Ну, бывает, будет много, если тебе будут плакать, если тебе хуже стоит, да? Нет. Я не о себе. Это надо просто. У нас просто что-то звучит. Ну, пошел. Смягчение границы предполагает, если быть, телесная часть именологии обновления, позволяет происходить к какому-то обмену. как возможности. Да? Потому что мы еще не знаем, чем мы будем. Да? Потому что я хочу поработать. Мне смогут, если это окажется каким-то более понятным, чем мы будем. Ну, пока что ты сказал, что ты плачешь и сказал, что ты хочешь. Ну, я думаю, что мы найдем это время. Сейчас у меня вот прослезы, крутятся в голове. Какая-то есть какая-то идея и убеждение. То есть вот оно, почему это не ловко, в общем. Сейчас, подключи. Как-то как будто стыдно или там, я не хочу, чтобы другие подумали, что я вот этими слезами привлекаю все внимание. Хотя привлекаю. И они есть. Понятно, что сказали? Да. Ага. Понятно. Я даже больше скажу, что это приобретение, да? Ну, не дай Бог подумать, что я манипулятор. Да. Почему? Что? Опять мне вопрос. Да. Плохо. Что для тебя в этом не пособило? Что с лопатом, что с лопатом будет не нормально? Ага. Сейчас это не плохо, да. А что с лопатом? Ну, на самом деле, важно выделить, да? Там это манипулирует. Я вот манипулирую эти страсы, да? Ага. Все нормально. Никто не откуда. А если я его сброшу, что-то будет говорить. Ну, вот мне так нужна моя страса далеко. Ага. Ага. Вот так. Ага. Вот так. Вот так. Вот так. Ага. 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 Что ты от этого знаешь? Вот говорю, нечестно для меня так. Я просто очень нечестно и нехорошо меня так поступало. Я прям, я знаю, что других очень сильно не доберусь. Ну, то спалить молитвы наружу. Я думаю, что я истеричек делаю, потому что они манипуляторы на себя не позволяют сделать это, что-то плохо. Тогда, конечно, очень важно искать преимущества, помещать внимания, говорить мне неплохо, я хорошо, помню внимание, я не знаю, как помочь. Я могу так попросить, а не могу. Важно, чтобы действительно знала, что хочешь внимания, что хочешь там, ну я так и словно говорила, как поплакать где-то внутри, потому что тебе трудно. И знала, что тебе трудно делать это каждый раз, когда на самом деле будешь. Ты себя ограничила с количеством? Как? С количеством себя ограничила. Ваши сможет, с количеством? Да, я же обнаружила. То есть, тебе ровно 2 минуты? Ну, чуть-чуть, я же, ну хватит, хватит, а ну так долго. Ну, если про семейный конфликт, да, то был ли какой-то способ получать внимание от папы или от мамы, да, в другой ситуации, когда мама больше не узнает, ему заболевание, был ли какой-то другой способ получать то внимание, те количества, которые у нас остались. Я вам про аневерность, да, сейчас хочу сказать. Вы помните этот эпизод? Помните? С начала фильма. Особенно у меня порог сердца обнаружился. Вы помните? Да. Потому что раз в полгода папа проводил ей медосмотр. А папа, хочу вам сказать, был врачом. Раз в полгода, он, значит, брал в ее сердце, она была там, в лесу, в шейфе происходило, и выслушивали. И, поскольку, ближе, папа была такая редкая, такая интрибующая, такая волнующая, сердце колотилось. В общем, папа ей поставил дядь. Причиня чего она не ходила в школу, не играла в последствиях. Ну, в общем, она такая получила замечательная, необычная. Вот здесь немножко, ну, нашлась в катаполе. Слава Богу, да? То есть, как все запало. Но в этом смысле, действительно, не было ни способа получать принимание папы. А там еще и мамы были, да? Помните? Там с мамой, чтобы вообще... А она не просто умерла, она была убийца, упала на шейф на раму. Ну, там очень неразличные фильмы. Мне друг друг другу нравились люди. Они... Они... Фильмы... Это, в общем... Ну, это, так сказать... Ну, не подростковая. Такой был молодежный, какой-то, ну... Как сказать, икона, да, практически. Но я очень рекомендую вам его посмотреть, вот, с точки зрения, как раз, вот, нарушений, процессов, формирования нарушений. Ну, другой стороны, такой интересный организм сформировался, который очень способен жить в одиночестве. И находить в одиночестве, там, объединение с такими же одиночными, необычными, да? Там все их приятели были очень многочисленные. Мама начинала орать немедленно по поводу... Когда у вас самоубийца была, мы против не доковаривали. Да... Ну, а мама начинала орать, хотя там что-то неправильно написала. Что она делается, когда она что-то не попала. Делается ее опустить, да? Получить внимание мамы вообще не наносится, да? А папа обшелся с ним уже. Да. Я много внимания получала. Наверное, слишком мало. По-моему, чуть-чуть... Может, гораздо слишком. По-моему, я, так понимаю, именно... Я понимаю, здесь у вас многое есть, да? Да, да. Мы вот с этим, когда у нас будет тема, да, это автоматика, потому что здесь двойной смысл, двойной послание. Сохранение дистанции. Ну, если кашляешь и чихаешь. Конечно. А потом и подростков, конечно. Неизбежно, да? Потому что способ обращения собственным дневом, собственной возможностью страдать или отравленной, она чем-то, как у нас, приемлемо, да? Как и везде. Ну, конечно, много дневных должны быть. В новой ситуации, чтобы ее трактуризм, не только потрясение. Я знаю, да. Как не ужасно. Нормально. Ходи по городу. Исследуй его. Кого-то болело. По городу-то болит. По городу-то болит. Одинка. Гор-цепс, да, или что там? Что ты мне куда-нибудь сказал? Гор-цепс. Гор-цепс. Очень wczeф. Как optimization одно дело? Гор-цепс, да. Гор-цепс. 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 Удержимая реакция, но не сомневается, что нужно делать в этом отношении. И такая потребность становится очень мощной. Потому что если внутри есть переживание, право на простой и нет, спокойное, тогда ситуация не становится позже освещенной. Возможно, когда-то для тебя это было очень сложно. Было, да. Я всегда этого хотела. Мы можем, наверное, просто сказать «нет». Скажешь, как можно, да? Я шла в дорогу, мне взрослась, понимаете? Ну, скажем так, в моей истории была очень важна. Я говорю, мама, я тоже забыл. Что у меня было, когда я уже вышла замуж, она была в основе, и, кстати, очень забота дать, что ты мне жить дашь вообще никакой. Какой-то не вести какой-то нигде, потому что когда я вновь была, да? Я очень сейчас в ее заботе, и, например, она ушла уже в старшую позицию. Вот, смотря это, я точно понимаю, что никакой возможности сказать «нет» не видно. Потому что у меня, к сожалению, был способ манипулировать, я начинала болеть сердце, ну, не только у меня, но вообще, я начинала болеть сердце, я вообще расстекулировал листовы, все, ну, все, а это самое. Ну, все это мы проходили и проходим до сих пор. Поэтому здесь важно переживание права, да? То, что то, о чем ты говоришь, это не о манипуляции, не о манипулировании, в любом смысле, да, в любом смысле, да, в любом смысле, ну, в любом смысле, и ты вполне создавалась пространство, когда ты одна, ты умеешь это делать. А в отпуске переживания права, на эти пространства, да, это то, что они не будут… Вот у меня, когда сын женился, и я вначале думала, что они будут, ну, дом, да что, все, вместо есть… И они полгода жили со мной, и мне было очень плохо. Я поняла, что мне плохо, я их подсадила, и сказала, «Ребят, я вам отдала грязь, мы спорти, вперед». Вот, ну, невестка была довольна, а он был обиден на меня очень большой, только сейчас как-то уже осознал, не может, а то ты меня выгоняешь, вот это вот все. Да, ты… Да. Ты не имеешь права принять? Да. Да, я чувствовала себя немножко. Да, 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 да. Сложно, да? Тоже криминал, в общем, да? Я понимаю, что это все от мамы, в общем-то, потому что мама очень классный человек по жизни, и она контролизор была еще тот, и продолжает им быть, и сейчас она уже просто манипулирует. А раньше, она и раньше манипулировала, но еще и диктовала, она навязывала вот так, ну иначе, и ломала, но все жестко так вот. Поэтому она все это любят, любят. Конечно, любят, любят, любят. Конечно, любят, 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 любят. Самое главное для спортсмены, они… Чужие с агрессией, если сформироваться, гораздо легче. Угу. Поэтому если агрессия в виде любви, в форме, да, существует… А почему у меня, почему у меня возникает ощущение, что я все равно что-то сделаю не так? Или потому что… Не знаю, что как-то… Как черепаха. Ну, вот это то, о чем я говорила, может быть, да, когда ты уже пережить некоторые чувства, которые сработаны в плане автономии, там, какой-то, вот, социализации, когда ты возвращаешься в конфет, и видишь руины, то есть последствия нарушения, да, вместо нормальных здоровых родителей и полных охранных, то тогда ты начинаешь думать, что ты спишь, так какая-то неправильная, и все делаешь не так. И так же, как в Аниле, весь мир, в общем-то, сон. Так как это вот не тот, только что, когда он сидит. Понятно, да? То есть, если родители способны выдерживать вот этот контекст регуляции ребенка и сохранение собственного здоровья, да, то, что ребенок нервится, они должны разрушать родителей, они могут его останавливать, по-моему, право. Они могут обучать его тому, каким-то социальным нормам, да, стыдно, не стыдно, сейчас подходит, не подходит, годится в этой ситуации, не годится, не надо гостям уходить в голову, да. Ну, если тогда ребенок уже оделся, и пришел, и там все уже забыли, я думаю, об этом, да, и там сидят, гуляют, поют, в общем, занимают своими крыльями, и ребенок все нормально. Он просто, конечно, раз в голову не уходит. А если там все сидят такие скухожные родители, такие скухожные, что их ребенок... У меня девочка, 10-летняя девочка, которая все время плачет. Я с ней давно уже работаю, вот, в основном, рисунками, красками, вот это вот как-то проявление этого, но... И вижу, что она и с мамой, ну, в общем-то, мама уже все, все они уже... Мама очень девятерная, такая речка мягкая, такая все, ну вот она... Чуть плачет она из-за того, что вот когда у нее что-то не получается, она плачет. Малейшая несостоятельная в чем-то там, оценка или в чем-то. И что происходит, когда она плачет? Ну, в семье, ну, пытаются ее успокоить. Ну, то есть, конечно, и внимание, и... Ребенок родил, ты полугодия к сестричке. И вот она, значит, придается у нее с утра до ночи. Ну, и родители, у нее сердце она... Да, беспокойная речь. И я, честно говоря, уже не знаю, что... Ну, ты плачет, ну, просто полегче, сейчас получше, как-то она... Всякие способы... Ну, понятное дело, что ей удаются делать своих родителей, виноватыми, да? Да, что они удаются родители. Да, да. И она еще... При этом она... Это не звучит никак. Она очень... Конечно, это не прозвучит, если никто ей этого не объяснит. Каким способом это делать, это уже другой разговор. То есть, конечно, она злится. И всячески обвиняется на связании, да? То есть, это точно реакции нет, не в тени... А вот папа, который развалился, скорее наоборот. Мама говорит, что она и до ребенка тоже плакала. Возможно, это ее способ. Возможно, он в семье как-то сформировался. То есть, у нее есть очень хороший способ. Уже действительно манипулировать, да? Не разряжать накоплен. И это тоже есть. Только есть и то и другое. И ее возможности разряжать, и мы так накоплены, не держимы, да, там вспоминающиеся винахи, но с другой стороны, он уже стал косвеном университет. Она родитель, она свою власть как успешно испытывает. Так интересно, она, я ей предложила, нарисовать себя изнутри. И она нарисовала себя в софтуниках. Ух, что! Делали ее королевы. У всех остальных персонажей в подчинении. Ну, так чувствую. Посмотрите, это про власть. Про власть? Да, это власть, конечно. Ты можешь исследовать. Я так же вижу, да? Такое предположение по тому, как ты рассказываешь, что скорее есть прям здесь функция склез, как... Ну, так, как у младенца. Младенец говорит, иметь власть на твою маму. Угу. Очень большой, да? Такой отшелся самогущественной. Он тоже благополучный, у нее пройдет, да? Угу. Поэтому то, что она делает, она пользуется вот этой частью, да, своей силой, да, с теми, очень ранней. Вот. Знаете, собственно говоря, она получает то, чего хочет, но умеет этот единственный способ не получать. Да. Да? Да? Я так же не знаю, что я с этим делаю. Ну, как-то не знаю, я с грозой, я так мало работаю. Только, как-то надо мне не так создать ситуацию с получением удовольствия с пользованием прямым. Да? То есть, что это не пугли, да? Там короверство, всех можно встречать. Но надо быть коровер. Так, что вы, шапка? Шапка, это значит. Запавки могут быть, да? Очень-то хорошо видно. Она сейчас сможет пережить. Да? Да? Ну, как-то, что дальше. Если она не расплачет за эту ситуацию, по-разному, то очень хорошо. Очевидно, это ощущение торжества. Да? То есть, когда есть возможность делать то, что хочешь, могут. То есть, какие-то, какие-то, какие-то. Понятный, что ее не к тому научать, чтобы она была в королеве. Мы попробуем ее найти просто уметь прямо что-то говорить. Придуете, как? А практически не может быть. Настучной. Это для чего твоих виза, да? Но прямую она похожа на настучную. Прямую. То есть, может она как-то сообщает о своих желаниях, но нет, она не умеет быть настучной. А вот. Ага. Ага. Она не наращивается. Так. Курочка, привет. А飞處. Курочка, привет. Курочка, привет. Курочка. Совершенно невозможно, да? Все выложить у кого-то одного. Потому что это все вопросы регуляции. Другое дело, как это регуляция. Каким случаем происходят? Если С одной стороны происходит варень, то с другой стороны, знаете, это происходит варень. что это происходит, что это болезнь в том числе. Потому что я папу никак не объединяю, но говорю, что видела, может быть, это не папа, может быть, все-таки нужны как-то. Ну, когда есть возможность, там бабушки и так далее. В принципе, женщина и мужчина родители. И все, которые мы тоже хотим представлять, когда мы имеем цикл, реальные ощущения, как у нас происходит, то, что мы начинаем сочетать, когда мы его покажем. Ну, тогда, а поскольку у нас легче, так успешно мы делаем комнату к сыну. Ну, чтобы нам легче было. В общем, мне пришлось, ну, видимо, внутри, там, как есть, я смотрю, ну, там, какая-то фоказия была, там, на тему переселения души, потому что у меня так получилось, что мама у меня была такая, дочь рвёт, и думаю, мама, мама. Ну, я спал на конкретное отношение. И я говорю, что она, как видимо, сверкает у меня глазами, сердце, что ты должен быть спокойнее. И очень успешно. А я так время могу не стараться. Ну, понятно. Я знаю, что я делаю, да? Я вообще не вернусь. Вот. Поэтому здесь разные ситуации, да? И вот это, смотри, точно, как способ регуляции семейной, он чаще передаётся, не только формируется у ребёнка, да? А, скорее всего, маму или папу этот способ уже изменит. Ну, вот, потому как ты говоришь, кори маму. Маму просто склонка. А это заболеет, возможно, отстраняться как-то, да? Тогда тоже нужно сильно воздействовать. Может, ему тоже хорошо быть отстранённым. Он тоже, может, не умеет как-то перебудить. Вот таким прямым, понимаешь, ядным способом, да? Что-то прям не даёт ребят, она даёт ядность. Когда можно, тогда нельзя. Вот сейчас я посижу одна, а через пол, там, да, не брать. Да, да, да. В том, что они не ходят. Есть, есть приятные границы. Да, 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 да. А, это да, надо же вам подсказать мне. Надо прямо сейчас. Ты прямо сейчас? Ну, говорю, ну, вот вчера дошла, обиделся. Ну и что? Ну и что? И? Он, наверное, дефицит на твоё почувствование, да? Это мне... Ну ладно. Хорошо, да? Ну, по этому случаю здесь точно много, да, вот то, что касается слёз, тоже очень связано с агрессией, да, с невозможностью прямой агрессией. Да. С невозможностью своему гневу позволять проявляться к любви к слову. То есть с помощью слёз будет безопасно. То есть одновременно демонстрируешь некоторое двойное поклонение. То есть защитность и с помощью. Я, например, не отпускаюсь, да, потому что фотосия плачащая слухи. Мы не только человек. Семь человеку ещё слышно. Вот так, наоборот, можно всё-то другое. Смельчение, мягкость, беззащитность, от которой в каждой езде. Вы видите? Вы знаете, я сейчас готов к своим переживаниям, как и взрослые. Вот так же, да? Да, 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 да. Но собаку не нравится просто. Я вам расскажу, как моя собака обращала, да, по-моему, в прошлый раз, нет? По своей агрессии, не с гневом, да, потому что я ему не приходил к гневу. Он сказал, он лазил, но маленький, белорусский, а все вы борзает. Стремитель был вот такой высотой. Он был, ну как бы, мушки маленькие, и лавы были очень длинные. Поэтому как маленького он, всё-таки я так, с гнева, есть, потому что маленьких нельзя прогонять, убежать. А здесь, конечно. И надеял, с генечкой лазился. Ну, когда всё затихало, я захопала, он делал вот так, ну... Маленькая лапочка. Ну, хорошо. У меня никак не учился в жизни. Он учился нельзя. Он так... Ну, такая нормальная, здоровая агрессия, да? Ну, другое дело, что маленький щенок, кто-то ему поступает. Вот эти перенести щеночек, да, все-таки берут, там, полтора-два, оттрижут по-русски. Они скулят, плачут, они перевязывают. А как они делают, так перевязывают. Да, поэтому функция, собственно говоря, вот, пуление, слез, да, каких-то, прижив. Но приживщики очень не скуляет плачать маленьких. Потому что он, правда, не может подойти. В общем, где-то знаешь, что будешь по-другому. И что просто не позволяешь себе, это не что-то трудное, да, потому что, ну, какие-то уже нужно проявлять. Вообще работать, надо просто справиться границей, облачивать, облачивать, облачивать. И там, и там есть власть, да? И тогда это опять выбрасывается. Воскресенье, да, и вот как, и вот. И вот. Воскресенье. И вот. Воскресенье. Воскресенье, да, то есть, говоришь про действие, не очень ясно, что вообще вызвало состояние. Ну, что-то попробуй просто, ну, действительно, помогли дать, конкретить. Если потом обнаружишь на что, то есть, когда мы перечислили, мы пока живем, мы реагируем всегда. Другое дело, что, может быть, не такие заметные, но я могу не видеть в каких-то интересных ситуациях. Такое чувство возникало, что за что же я, не то что, может быть, даже ненавижу свое тело, за что я его... Ну, такие вот трудности, как бы, создали. Как бы мне спокойно, да, в то же время я нахватала-нахватала, очень так интенсивно все, и, получается, он сделает он. Как бы он взял. Ну, наоборот, это хорошо. Ну, через тело всегда как-то там инвизирует что-то. Ну, конечно, не прошло. Прежителю. Ну, да. Ну, наоборот, наверное, да? Потому что здесь-то нет возможности есть все время, да, и здесь не доступны, кроме обеда. Так же никак. Ну, пережить все это. А с другим моментом, когда нет возможности, и ты просто наблюдай за всем, на что я живу. Ну, то есть не сейчас уже вспоминаю, а именно по наблюдению, да, вот заметишь какое-то законодательство. Так, что вызывает панда? Что на банке скажу? Ну, только на интересную законодательство. Есть. Продолжение следует... Корректор А.Кулакова Какая-то нечистивная...